друзья мои всем привет из канады сегодня мы с вами идем магазин вот меня просили показать какие-нибудь местные магазины наши низару и чинами то что есть у всех косы так далее а показать какие-нибудь магазины которых нет ну скажем так такие канадско-американские вот это американский магазин он называется банана репаблик я с вами здесь уже было и мы сюда уже ходили с вами я здесь много чего примеряла дело в том что я в этот магазин хожу может быть раз в разгаду когда у нас боксин дэй это такое теперь black friday только канадский боксин дэй у нас очень большие скидки потому что вот как вы видите например вот сережки 190 долларов красивые но понимаете цена такая что вам не горю 134 ну что вот такое здесь все очень дорого хотя когда-то этот магазин был вполне себе даже такой что 150 такой что в него можно было бы зайти и даже что-то иногда купить но сейчас это просто 225 я не ошиблась правильно сейчас это просто совершенно не affordable стал магазин то есть он совершенно нереально здесь просто совершенно нереально что-то покупать может быть только тогда когда очень очень большие скидки очень большие скидки здесь бывают реально раз в год и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Здесь красивая вещь, хорошая, качественная, добротная. Но, смотрите, я зарабатываю нормально, достаточно неплохо по нашим меркам. Но, вы знаете, есть предел тому, что 370 долларов, что реально можно потратить на одежду. Я просто считаю, что тратить такие вещи на одежду 390. Как интересно, пальто стоит 390, но оно без подкладки, а платье 370. Наверное, какая-нибудь вискоза. Что можно потратить на одежду? Я к тому говорю, что, конечно, вы можете сказать, что чем покупать 10 вещей, лучше купить одну хорошую. Я с вами буду даже согласна. Но, видите ли... О, поиск красивый, как и широкий, мне нравится. Но, видите ли... Я считаю, что даже одна хорошая столько не стоит. Ну, не стоят, мне кажется, они эти вещи. 800 долларов плащ. Он сделан из очень интересной ткани. Он очень необычный. Смотрите, то есть фасон обычный. Фасон довольно обычный. Но, что это такое? Какая интересная ткань. Ну, вы знаете, вот, например, в Массиво Дуте можно за эти деньги купить кожаную, настоящую кожу плащик. То есть, вы понимаете, да? 330 долларов платьица. Серебристая. Здесь очень хорошие бывают сфтора. Очень качественные. И... Из хорошей ткани. Сумки хорошие кожаные. Но, опять же, допустим, кашемировый свитер, который стоит там 400 долларов. Ну, как-то... Как там... Так, тут всякая кожа. Много кожи. Действительно красивые пояса. 130 долларов пояс. Красивый пояс. Ну, опять же... Ну, так, ладно. Я перестану сейчас критиковать цены наши. Что делать? Надо жить, как есть. Надо... Куда деваться? Ну, вот... Что-то тут даже цен нет. Вот, 210 пояс с сумочкой. Пойдемте посмотрим, если у них есть свитера. По-моему, еще нет. У них обычные свитера. Что-то мало всего. У них бывают еще целые распродажи. Вот это похоже на кашемир. Шерсть, кашемир. Да, 100% кашемир. 310, да. Ну, вы знаете, что цены похожи, кстати, на... Я не помню, по-моему, в этом... В кос похожие цены. Кстати, очень хороший свитер. Очень хороший кашемировый свитер. Вот. Что-то ничего интересного особо нет. Платье такое, смотрите, какое прикольное. Здесь померить, что ли. 370 долларов. А, он сейчас на сейле 284. Ну, то есть вот у них бывают неплохие сейлы. Но в основном, конечно, очень мало чего есть на сейле. Я сейчас пойду поковыряюсь в сейле. Может быть... Так. Не поняла, из чего это. Посмотрю. 250, 240. Поковыряюсь на распродаже. Может быть, я что-нибудь найду. Интересно. Посмотрите, какое пройма. Сумасшедшее. Вы помните зеленое платье из кос, которое я примеряла? Оно тоже... Оно тоже было с такой же сумасшедшей проймой сделано. Здесь есть мужская одежда, женская. И... Вот брючки такие интересные. 150. Ну, вот это уже, можно сказать, дешево. Красивый такой вот цвет юбки. Давайте я что-нибудь возьму попримерять. Посмотрю, что здесь есть. Как товаров мало. Вот тоже стопроцентный кашемир. И сколько он стоит? 200 долларов. Ну, вы знаете, что... Вот я немножко уберу свои слова назад. Потому что, ну, как бы это дорого. Но, например, вкус, по-моему, дороже кашемировой свитерной. Так что... Вот я ругаю и ругаю. Они, на самом деле, может быть, не такие уж и страшно... Страшно дорогие. Вот смотрите, какой красивый цвет. Тоже кашемировый свитер. Тоже 200 долларов. Красивый такой с горлом. Шикарного цвета. Приятно. Свитера у них не плохие. Свитера я всегда у них на распродажах покупала. 220. Ну, это не кашемир, наверное. Друзья мои, мы с вами в примерочной. Здесь примерочные довольно чистые и большие. И это очень удобно. Но это не просто так. А потому что это такой магазин вроде бы как не дешевый. Людей здесь никого никогда нету. Поэтому, в общем, довольно чисто. Никто не пачкать, не гадит. Я пошарилась немножко по распродаже. И вот принесла вещи с распродажей, которые тоже совсем не дешевые. Но дешевле, чем то, что вы видели в магазине. Может, в следующий раз я померю то, что вот сейчас. Вот свитера, там пальто какие-то. Так, на мне сегодня то же самое, что было в магазине из кос. Видите, я не отличаюсь разнообразием в своих аутфитах. Вот то же самое платье, которое я вам показывала в магазине в кос. Черно-белое. Только я вам сказала, что у меня есть такое же в турецких огурцах. Вот оно абсолютно точно такое же. И тоже кофта вязаная. У нас не очень холодно, но уже и не тепло. Тоже ботиночки. В общем, короче, из украшений я только вот брошку налепила. Вот такую вот брошку. Там, где брошка, там вперед когда-то было. В какой-то песне. И да, видите, мне как-то что-то неохота было придумывать, что надеть. Как правило, мне неохота. Поэтому я делаюсь очень-очень однообразно. Все, давайте будем делать примерки и посмотрим, что интересного я принесла. Так, ну я, как всегда, с размером я не угадала. Вернее, это было единственное. Было экстрасмол и экстраларч. Экстрасмол я не взяла. Экстраларч мне, конечно, велик. Платье, конечно, красивое. Но я, как всегда, с размерами облажалась. Сейчас меня будут ругать очень сильно. Ну, я полезла в распродажу. Мне почему-то хотелось поговориться, посмотреть, что есть в распродаже. А в распродаже всегда нет размеров. Короче, я наступаю на это платье. Оно дорогущее. Я его сейчас быстро сниму. В смысле, сниму на видео. И быстро сниму с себя. Вот такое вот оно должно быть. Вот такое вот оно должно быть. И тогда это было бы супер. Оно действительно очень красивое. Платье такой греческой богини. Ну вот. И мне нужно пол платья отрезать, чтобы я в него, так сказать, в нем выглядела нормально. Вот если бы оно мне было по размеру, в принципе, я вот два размера там у себя утянула. То есть это экстраларш. Мне бы надо было бы медиум. Обычно у них размеры очень маленькие. Но вот здесь, видите, как-то я лоханулась с этим. Но медиум все равно не было. Все раскупили, чтобы вы понимали. Я сейчас вам покажу цену. Вы пойдете в обморок все вместе. Телефонов. Так. Ну что же. Какое странное название. Что бы это означало? Короче. 265 долларов она стоит на распродаже. Стоила 330. Размер Extra Large. Полиэстер. Подкладка район. Ну вот такие цены, да. Вот американский магазин просели показать. Не масс-маркет. Вот. Смотрите. Я ж не против показываю. Вообще название очень странное. Я вам хочу сказать, что слово Retard означает вышедший на пенсию. То есть человек, ушедший с работы, например, на пенсию. Или, ну как правило, на пенсию. Что значит Retard Style? Я не знаю. Стиль для пенсионеров? Ну, интересно, интересно. Ну что, вот такое платье. Оно мне нравится. Оно безумно широкое. Это тоже размер Large. Конечно, был бы M, я бы лучше взяла M. Я вообще люблю такие вещи. Знаете, оно прям плащ-палатка. В нем есть карманы. И что в нем интересное, что оно спереди, видите, сделано из такой... Господи, какое зеркало грязное было. Сделано из такого вот, как будто бы такой трикотажной синтетики. А сзади оно из такого типа атласа. И у него очень широкая спинка. В нем очень много тканей. Это, знаете, такое платье а-ля Кос. Кос-стар. Оно длинное, черное. Я люблю в последнее время черные вещи. Мне вообще оно нравится. Если бы оно было чуть-чуть поменьше размером, все-таки оно слишком широко. В нем очень много тканей. Просто очень много тканей. Я вот руку в карман засовываю. Карманы какие-то низкие. Но, в общем, оно прикольное. Смотрите, я вам сейчас его просто покажу. Вот в полный рост. То есть вот эти вот все складки, они довольно красиво... Довольно красиво лежат. Посмотрите. Прикольное. Мне нравится оно. В нем есть какой-то такой элегантность. Такой, знаете, вот прям вот Косовский ватт. Минимализм, но в то же время интересный крой. Ткани прям не пожалели. Прям не пожалели. Но вот эти вот... То, что оно состоит из двух половинок, это очень классно. Мне это очень нравится. Такое я бы взяла, если бы оно было немножко, может быть, в медиум размер. И цена у него тоже, конечно, сумасшедшая. Но давайте посмотрим. Сто процентный полиэстер со всех сторон. Стоит 190 долларов. Оно сейчас на распродаже. А стоило 240. Вот это, видите, ретайрд. По-французски написано модель, ретайр. Это... Ну, нас часто по-французски пишут, потому что второй язык в Канаде. Это, видимо, имеется в виду, что это то, что на распродаже. Ну, как бы... Ну, уже его на пенсию отправили. Типа прошлогоднее. Вышедшее в... Ну, не актуальное. Что-то такое, видимо. Вот это имеется в виду. А не платье для пенсионеров. Ой, не могу. Так, размер large. Вот. Значит, ну... Знаете, я лучше пойду в кос и куплю там, скажем, хотя бы вискозу или хотя бы что-то такое более натуральное. В принципе, почти за те же деньги. Даже, может быть, дешевле найду. Ну вот, спинка, видите, у него как сделана. И качество неплохое. Но, мне кажется, все-таки кос лучше. Вот. И это считается у нас как бы дорогой такой... Ну, не то, что прям дорогой, но такой middle сегмент, средний сегмент магазина. Вот смотрите. Реально красивое платье. Конечно, за эти деньги могли бы вы погладить. Оно такое мятое. Но это я еще так в нем завязала пояс красиво. Потому что пояс такой широкий, шелковый, как будто бы саж такой, знаете. То есть оно сделано из чего-то похоже на... Даже не знаю, как будто бы... Видите, оно с одной стороны ткань такая... Ой, пардон. Шершавая, с другой такая гладкая. И вот они вот эти две стороны обыграли. То есть вот здесь ткань такая, как типа крепдешен. Что у меня включается? Что у меня включается? В телефоне лампочка, что я не пойму? Очень длинная тоже. Потому что тоже размер large. Видите, вот здесь вот эти вот штуки для пояса. Они мне низкие. И карманы. В общем, что-то у них с длиной. Мне что-то все длинное. Но платье реально неплохое. Но я как бы его немножко сделала получше. Потому что я... Здесь просто пояс обычный. Я его завязала таким вот необычным образом. Здесь есть вот такой вот воротничок. Красивая такая линия плеча. Вырез большой. А, кстати, здесь есть кнопочка. Можно прикрыться сейчас, минутку. Здесь была не кнопочка, а крючок. Ну, вот видите, оно что подержало здесь. Вот этот вот вырез. Полностью платье-халат. Вот такая вот тоже планка. Куговицы. И пояс. Я вам сейчас завяжу его обычно, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Чтобы вы поняли, как это выглядит с обычным поясом. Можно просто так вот завязать пояс. Но вы представляете, насколько... Вот где он должен быть пояс, по их понятиям. Вот где он у меня. И это размер ларч. Не такой уж и большой размер. Ну, вот смотрите. Можно просто-просто так завязать пояс. И вот просто. Но, по-моему, я первый раз, как я сделала, было лучше. Давайте еще раз завяжу так, как я сделала первый раз. Вот, смотрите. Если красиво завязать пояс, оно совершенно по-другому выглядит. А, у него еще разрезы по бокам. Смотрите, классно, да. Ну, симпатичное платье. Неплохое. Но не за эти деньги, конечно. Ну, это хотя бы вискоза. Хотя, как это вискоза, я не знаю. Так оно выглядит. Значит, оно стоит 190. И стоило оно здесь заклеено. Ну, в общем, дофига. Размер ларч. Сделано в Турции. Сшито так себе. Мятая. Совсем не задурели уже. Ну, в общем, короче, по фасону. Вот такой воротничок. Отделка. Двусторонний пояс. Манжеты. В принципе, платье неплохое. Неплохое. И цена, как бы, ну, честно, даже в других магазинах, более дешевых, можно купить примерно за эти деньги. Можно купить лучше, намного лучше вещь. А такую вещь можно купить намного дешевле в других местах. Но, то, что есть. Ну, и комплект на осень. Знаете, что? Мне реально нравится этот комплект. Мне нравится, довольно нравится этот свитер. И вот эти кожаные, это брюки из кожи, из настоящей кожи. Они очень классные. Прекрасного качества. На ощупь. Прямо вот чувствуете, что это настоящая кожа. У них хорошая длина, как раз для меня. Стоят они дофига, но мы потом посмотрим. Но они классно сидят. Очень красиво выглядят. Действительно симпатичные брюки. И очень-очень-очень хорошего качества кожи. Вот я прямо могу вам сказать. Она тонкая, она приятная. Там есть подкладка в них. И вот этот свитер. Он 60 с чем-то процентов шерсти. Но он, знаете, даже, мне кажется, немножко уже скатался. Вот. В общем, мне нравится. Смотрите, вот так если бы приподнять свитер, приподздить, то, в принципе, вместе это выглядит совсем неплохо. Брючки классные, свитерок неплохой. Очень такое, знаете, без изысков, без фокусов, базовая одежда. Но цена для брюк, конечно, такая, что никакой базе речи быть не может. Ну, вернее, как база. Это же не про цену. Это про фасоны, про возможность использовать во многих вариантах. Ну, вот, в принципе, кожаные штаны, если они из настоящей кожи, не полиэстер, то не эко-кожа-то, по-моему, их можно очень даже неплохо носить. У них не должно быть ни жарко, ни холодно. Давайте их снимем, посмотрим, что они и почем они. Так, ну, вы знаете, что я вам хочу сказать. Значит, брюки стоят сейчас 255 долларов, а я расковыряла здесь, стоили 650. Это натуральная кожа, размер 30. Подкладка полиэстер, но сами брюки из настоящей кожи очень приятного качества, прямо очень хорошие. И я вам хочу сказать, ну, 250 долларов, 255. Для натуральной кожи, ну, скажем так, это не смертельная цена по сравнению с 650, которые они стоили до того, до распродажи. Это, конечно, уже, можно сказать, большой прогресс. Но брюки классные, очень. И, представляете, вот они уже здесь порвались. Ой, ну, что ж такое, что за блин? Нашла единственную приличную, хорошую вещь. И то она драная пошла. Кто-то, видимо, натягивал на себя потолще, чем я. Как жалко. Это же не ткань, это кожа, в общем, зашить ее будет довольно трудно. В общем, испортили вещь, тетеньки, которые все примеряют не по размеру. Так, свитер стоит 90 долларов, 89,97. Размер medium. В нем, как я уже сказала, там 60 с чем-то процентов шерсти. Все остальное разное полиэстро. Видите, его несколько раз оценяли. И сколько он стоил оригинально, я уже сейчас не докопаюсь. Но он уже на такой хорошей распродаже. В общем, свитерок симпатичный. Но он такой на любителей, этнический, я бы сказала. Такой, знаете... Хотя расцветочка приятная. Расцветочка ничего такая. Горло небольшое. Ну, неплохой свитер. Знаете, у них иногда еще бывает, допустим, 50% сверху на цену от распродажи. Если бы он стоил 90, если бы у них было 50% еще скидка, он бы стоил 45. В принципе, это было бы уже нормально. Но за 90, конечно, дороговато. Ну что, дорогие девочки, вот такие у нас были сегодня примерки. Неудачные, я бы сказала. Ну, для развлечения можно посмотреть. Но я, как всегда, ломанулась в сейл, распродажу. Потому что мне хотелось найти какой-нибудь изумруд в куче того, что осталось. Не буду говорить это слово. Но что-то с изумрудами не очень у меня получилось в этот раз. В следующий раз, наверное, я приду сюда и буду примерять вещи из новой коллекции. Которых тоже не так уж и много. Я вот вас... Мы ходили по магазину, вы видели, что не так уж и много вещей. Выбирать особенно нещего. На сейле даже больше было вещей на распродаже. Интересных просто размеров не было. То есть какие-то остатки с прошлого сезона, с лета, они более интересные даже, чем то, что сейчас. Может быть, еще не довезли. Может быть, не знаю, как сейчас у нас в последнее время, что-то не очень хорошо с магазином, с товаром. Как будто бы, знаете, дефицит. Мы входим в дефицитную эпоху. В эпоху дефицита. Но не дефицит. Всего навалов. Но нет такого выбора большого, который огромного прям, который был раньше, что не знаешь, куда бежать, что хватать в первую очередь. Ходишь, ходишь, смотришь, кое-что находишь. Ну, в общем, как-то так все. Грустно. Ладно. Не будем о грустном. Давайте попрощаемся на этой радостной ноте. Всех любят слов. Всем привет с Канады. Пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok